У нас завтрак. Смотрите, что мы откопали. В морозильной камере есть сыр, свой сыр. Но он такой творожный, но остренький. В морозилке пролежала вакуумная упаковка. И открыли. Прекрасный сыр, прекрасный. И вот, что я не показывала. Просто едим уже в течение недели его. Чуть-чуть на масло с хлебом. Прям милое дело. Дотворила яйца перепелиные. Себе кашу запарила из светофора, которую купили на днях. И также открыли кильку. Мне, в общем-то, она понравилась. Вкус такой приятный довольно-таки. Но надо Сашу спрашивать. Сейчас завтракать ядем, спросим у него. Я про себя хочу сказать, что у меня, в принципе, довольно-таки непритязательные вкусы. И лишь бы кто мне готовил, только бы не я. Если бы мне кто-то готовил, я бы, наверное, благодарными глазами стояла бы, смотрела. И все бы всегда хвалила. Потому что, на самом деле, устал я и надоел мне. Ну, куда деваться. Судьба у нас такая женская. Готовить. Так что приятного аппетита. Вань тоже позавтракал уже. Яйца перепелиные тоже ел отварные. Чай пил, бутерброд у него там был. Ну, попозже, сейчас через часок, сытники ему опять сделаю. Тесто стоит в холодильнике. Вот буду сегодня-завтра на завтраке ему делать. Илюху сегодня ждем. Может быть, при ей сессии закончилась. Сдал без троек, молодец. Будет стипендию получать. Так что сейчас Саша придет завтракать. Ну, у меня еще чашечка кофе без сахара из кофемашины. Вообще, я пользуюсь кофемашиной каждый божий день. И включаю ее раз по 6-7 на дню. Там гости к нам, кто приезжает, всегда делаем кофе. Все пьют с большой радостью. Абсолютно всем нравится. Кто с молоком, кто вот так. Черный просто с сахаром. Там иногда Саша капучино делает. Чудо прям. Наполовину ты съела? Да, половину я съела. А я думала, ты открыла, она уже была такая, наполовину съетая. Нет. Я поработала. Давай, ты у нас главный специалист. Мне всегда все вкусно. Во-первых, опять каша. Кашообразная. Это не есть хорошо. Во-вторых, вот это вот. Соус. Назовем его соус. Ну, ничего, нормально. Ну, на мой взгляд, вот такая консистенция. Признак, что таки есть крахмал. На вкус. Короче, есть можно. Если денег нет, консерву поесть хочется, закрываем глаза, не смотрим на структуру, на консистенцию, на то, что рыбу сначала глушили динамитом, потом закидывали гранатами, потом собрали. Короче, ясно. Не брать, не брать. Я поняла. И засунули в банки. Не буду я больше кильку в светофоре брать. Я все поняла. Ну, это что это за рыбка? Все. Ее кто-то же за меня пожевал. Нет, может, и лучше, у кого зубов нет. Вот снова делаю сырники. Это все-то тоже тесто. Только оно, получается, сутки к лазильнике есть было. Ну, вот, не знаю. Вроде пока вот ничего. Посмотрим, что дальше было. У нас опять работа. Сегодня рубили бройлеров. Все, они подросли уже. Держать их больше смысла нет. Вот сейчас будем полить. Взвешивать по пакетам, раскладывать. Вот две курицы себе заодно зарубили. Будем делать, наверное, фарш. Сейчас вот работа кипит у нас. Хорошие такие курешки, кстати говоря. Какие-то такие одинаковые примерно. Но не очень крупные. Это вот бонус, который мы себе оставляем. Печень. Не попутала. Печень, сердца и желудочки. Потроха просто великолепные получаются. Вот просто, вот просто. Я так люблю. И Саша тоже. Печень я вот эту вот тушу. Ему как раз бутерброды по утрам делаю. Прямо кусочки достаю на хлеб, шоколаду. Там маслице иногда положу. Иногда не положу. По-всякому. И очень вкусно получается. Прям мил-дел. Вот папа палит кур. Вот. Ну что ж, все. Всех кур опалили. По пакетам разложили. И теперь осталось взвешивать. Весы у нас новые. Фильдиперстовые. Набираешь вес и цену. И все сами считают. Прямо как в магазине. Красота. А то раньше мы калькулятором. Да давай. Да вот так и так. А это прям мил-дел. Ну вот так вот мы на каждом пакете пишем. Сколько стоит курица и вес. Вот кило 970. Почти 2 килограмма. Тоже. Кило 900. Ну в общем, в общей сложности. Каждая курица. Кило 700. Кило 900. Вот так вот. Это вот кило 850. Это 100 рублей. Тут тоже самое, чем 850. Нет. Роли. Да, одинаковые такие. Хорошие. Все. Давай, попу. Ваня играет с игрушками. На чердах сегодня лазили. Старые игрушки его достали. Нет. Вот он прям счастлив, не знаю как. У него очень много игрушек. Но они ему надоедают, и мы их убираем наверх. А потом опять достаем. И вот ребенку забав. Все как новое, как будто. Да, Вань? Да. Вот. Я говорила, что больше тебя. Опять делаю тартар. Муж просил. У меня соленые огурцы достал. Какие вы были в банке. Майонеза побольше. Крупные дольки чеснока. Натираем все на мелкой терке. Тщательно отжимаем. Огурцы именно. Все смешиваем. Вкусно, просто. И нравится. Ну, я не могу сказать, что вот Саше бесконечно это есть. Это вот какой-то период надо. Он наестся, потом скажет, все, хватит. Все осталось только перемешать и в баночку сложить. И намазка будет готова. Все готово. Потрясающий запах. У меня у самой слюни овощей. Лизнуть сейчас надо попробовать. Вкусно. И остренько. Прям супер. Вот этот раз у меня прям склеим баночка получилась. Супер. Илюха еще приедет. Он тоже очень любит эту штуку. У меня есть сердца. А также у меня есть желудки. Это от наших курбройлеров, которые мы вчера зарубили. Сейчас буду тушить их просто-напросто. Делаю без всяких увкуснителей. Не кладу ни лук, ни морковь. Просто специи. Какие-то вот, может быть, приправки. Очень вкусно получается. Просто тушить водички. Бульончик замечательный. Прям с какой-нибудь кашей для моего ПП. Вот, замечательно подходит. И сделаю отдельно печень. Вот, у меня печень тоже самая. Просто слегка обжарю и немного потушу. Сначала я поджарю все слегка. Потом же буду добавлять воды. Это будет касаться желудочками сердечками. Что-то ничего. Сначала слегка обжарю. В печень добавлю вот такие вот кавказские травы. Катани, которые покупала в Светофоре. Очень хорошие специи. С удовольствием добавляю кавказские травы во все блюда. В первые, во вторые, в мясо, в жареху, везде-везде. Очень вкусно. Покупала в Светофоре. Там три вот такие пачечки за 89 рублей. Шикарнейшая приправа. Просто класс. Запах потрясающий. В печень решила воды не добавлять. Получается, что печени не очень много. Поэтому она прекрасно прожарилась. Я думаю, тушить не буду. Все готово. Можно отключать. А сердечки с желудочками надолго готовить. Они жестковаты. Я что-то сегодня вся такая противоречивая. Сказала, что не буду добавлять овощи. А потом подумала, ну что не буду-то буду. Вот добавила лук и болгарский перец. То есть сейчас специи. И дотушим. Сделать будет очень вкусно. Очень люблю сердечки. Очень мы любим желудочки с Сашей. Ваня, конечно, это не ест. И Илюша. Но мы как любим. Какая же эта вкуснятина. Снова суп сварила с фрикадельками из фарша. Добавила замороженной зелени. Душистый. Прелесть. Еще макароны отварила. Все. Еду наготовила. Это Борилла. Хороший макарон. Вот зарубили, продали кур. И на 1000 рублей сделали такие покупки. Ну, семечки Фома. Большие такие вот упаковки. Очень вкусные. В них содержится еще жареный арахис. Приятно. Вот такая вот очень вкусная консерва. Фирмы Барс. Килька. 65 рублей. А скумбрия 107 рублей. Батон нарезной по 40 рублей. Хлеб. Буханка 28 рублей. 97 рублей. Киндер-шоколад для Вани. В качестве награды по одной палочке буду давать. Вот. Ну и мороженое пломбир. Коровка из кореновки. По 58 рублей каждая. Вот. Вместе с Фомой. Ну, 1000 рублей без 7. Без 7 рублей. Вот так вот. Вот так вот. Как же поразбудить? Фом també. Без 8. К único. Как же выделили voi. Аплодисменты. Аплодисменты. Продолжение следует...